Число допущенных российских спортсменов к Олимпиаде в Рио выросло. В главных стартах четырехлетия уже абсолютно точно примут участие 272 наших олимпийцы. Остальные примерно 100 человек ждут решения Федерации. Окончательный вердикт будет вынесен завтра. Сегодня сразу две хорошие новости пришли для наших представителей водных видов спорта. Первоначально отстраненный от игр канаист Илья Первухин примет участие в состязаниях. Бронзовый призер Лондона не был замешан в допинговом скандале. Места в сборной он лишился из-за напарника. Первухину для выступления не могли найти компаньон. А сейчас стало известно, что он выступит в дуэте с Ильей Штакаловым, либо с Виктором Милантьевым. Мы связались со спортсменом, сам он очень осторожничает. Все еще сомневается в том, что совершенно точно едет на главные старты четырехлетки. Это еще не окончательная информация, то есть не точно. Но такая вероятность есть шанс. Сейчас вся работа ведется у нас в федерации. Возможно, с другим напарником получится выступить в Рио-де-Жанейро. Но это еще как бы только все предварительная информация. Также есть надежда, что и наших пловцов в Рио будет больше. Антидопинговое агентство США оправдало отстраненного от Игор Никиту Лобинцева. 27-летнего пловца обвиняли в употреблении мельдония. Но ЮСАДА, антидопинговое агентство штатов, провело повторное расследование и заявило, что больше не имеет претензий к нашему спортсмену. Теперь решение за Международные федерации плавания. Наша олимпийская надежда времени не теряет и уже тренируется в бразильском Сан-Паулу. Ну и лайф тоже готовится к Олимпиаде. За ней будем следить вместе с волейболисткой Натальей Гончаровой. Во время игр в Бразилии спортсменка будет вести для наших телезрителей блог, в котором будет рассказывать обо всем, что происходит на главном спортивном событии этого лета. Как мы видим, волейболистка уже в Рио. Погода отличная, впереди подготовка к играм.